Привет! Периодически среди обычных людей рождаются люди-гиганты, которые просто поражают всех своими размерами. Вот и в Российской империи когда-то жил один такой великан, про которого я и расскажу вам сегодня. Фёдор Андреевич Махнов родился 6-го, 18-го по новому стилю, июня 1878 года в деревне Костюки, Старосельской волости Витебского уезда. Он происходил из древнего рода, предки которого переселились в Россию с юга из Сибири. Родители Махнова, а также две сестры его, отличались вполне нормальным ростом. Дед его был очень высок, но во всяком случае не великан. Мальчик родился очень крупным, и мать его при родах умерла, к сожалению. Воспитывался Федя у своего деда, который его очень любил. Дарования удивительного ребёнка проявились рано. В 8 лет малыш мог поднять взрослого человека. Отец научил его игре на гармошке. В 12-летнем возрасте он взял планку в 2 метра. Спать мог при этом более 24 часов подряд. Другие дети смеялись над ним из-за роста. Зато Фёдор снимал с них шапки и вешал их на конёк крыши, бани или сарае. Из-за роста сыну отцу Фёдора пришлось перестраивать избу, поднимая потолки. С увеличением же роста росла и сила мальчика. Он мог поднять взрослого человека, самостоятельно тянуть телеку с сеном, помогал в строительстве домов, поднимая тяжеленные брёвна. Местному кузнецу заказали изготовление индивидуальной кровати. Однако тот, перегруженный работой, делал её целое лето. В конце концов выяснилось, что Федя перерос и эту кровать. Одеть и обуть взрослого парня было проблематично. Всё изготавливалось по особому заказу. Деньги на одежду приходилось зарабатывать в Витебске на Полоцком базаре. Именно там необычного подростка и заметил немец Отто Биллиндер, владевший передвижным цирком. Когда же Фёдор исполнилось 16 лет, с ним был подписан контракт на выступление в цирке. Так Фёдор Махнов стал цирковым артистом. Уже к 25 годам рост Фёдора составлял 2 метра 85 сантиметров. Писалось в частности, что Фёдор имеет вес 182 килограмма, 15-сантиметровые уши и 10-сантиметровые губы. Длина его ладони составляла 32 сантиметра, ступни 51 сантиметр. Рост Махнова слегка уменьшался в будние дни и увеличивался за выходные. Ел он, как и все 4 раза в день. Но его завтраком могла бы прокормиться средняя семья в течение двух дней. По материалам печати известно, как питался наш великан. Утром он съедал 20 яиц, 8 круглых буханок белого хлеба с маслом. Выпивал 2 литра чая. На обед 2,5 килограмма мяса, 1 килограмм картофеля, 3 литра пива. Вечером таз фруктов, 2,5 килограмма мяса, 3 буханки хлеба и 2 литра чая. А перед сном мог еще и проглотить 15 яиц и литр молока. К сожалению, прожил Федор Махнов недолго. В 1912 году хронические болезни окончательно подкосили здоровье великана. И он умер в 34-летнем возрасте. Успев, правда, перед этим порадовать рождению еще троих своих детей. Дочери Маши, близнецам сыночку Родиону и Гаврилу. Родившись всего за полгода до его кончины. Точную причину столь раннего ухода из жизни Махнова так и не определили. Немецкие медики посчитали, что умер Махнов от туберкулеза костей, которым страдали многие великаны. По другим сведениям, он простудился и получил воспаление легких. Не исключается также версия отравления соперниками по борцовскому ковру. На этом все. Добавлю, что согласно книге рекордов Гиннесса, самый высокий человек в истории, о росте которого имеются несомненные сведения, является Роберт Уодлу, который жил в Америке в начале 20 века. Его рост достигал 272 сантиметра. Но это признание ошибочно. Ведь рост Федора Андреевича Махнова был равен 285 сантиметрам. И именно он является самым высоким человеком в мире за всю историю. Рост был замерен и официально зафиксирован варшавским антропологом Лушаном. Вот такие вот дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Bizarre World. И увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»